Доброго времени суток, с вами InvestSolution и сегодня мы рассматриваем проект Streamity. Проект Streamity представляет собой многофункциональный дезентрализованный обмен, который предоставляет пользователям все стандартные функции, ожидаемые от криптовалюты. Самым интересным аспектом проекта Streamity является тот факт, что он планирует создать полностью централизованные средства передачи как криптовалют, так и валюту без необходимости централизованной третьей стороны. Централизованный характер проекта Streamity позволяет избежать этой проблемы, позволяя пользователям напрямую подключаться друг к другу и торговать друг с другом без рисков, связанных с традиционными централизованными обменами. В отличие от конкурентов, Streamity это первая P2P платформа, в которой сделка по обмену защищается смарт-контрактом. Смарт-контракт обеспечивает дополнительную безопасность обмена криптовалют наряду с верификацией пользователей. Дополнительной функцией Streamity является справедливая цена сделки. Справедливая цена рассчитывается в режиме реального времени как средняя взвешенная цена сделок ведущих криптобирж. Таким образом, пользователь Streamity может быть уверен, что сделка заключена по рыночной цене с максимальным уровнем защиты. Набор функций и сервисов Streamity является идеальным для комфортного входа в криптоинвестиции. Проект ожидает, что основной поток клиентов Streamity составит активные пользователи платежных систем. Эти люди, с одной стороны, освоили онлайн-платежи и готовы начать работу с криптовалютами. С другой стороны, требования к безопасности сервиса у них существенно выше, чем у первых криптоэнтузиастов. Поскольку у крипто рынка становится все более массовым, именно такие платформы, как Streamity, имеют максимальные шансы на успех. И в отличие от заинтересованной биржи, IDX Streamity может стать первой заинтересованной биржей, которая обменивает фиатные валюты. Команда проекта, конечно, прекрасно понимает, что на пути проекта ждет много препятствий. Сервис StreamDesk. StreamDesk — это решение собственной разработки. Представляет собой сервис, предназначенный для обмена криптовалюты на фиатные деньги, без посредников на базе смарт-контрактов. Через систему StreamDesk можно покупать и продавать криптовалюту. Механика покупки-продажи аналогичная. Отличаются роли, в которые вступает клиент. В терминологии приложения криптовалюта является товаром. Покупатель — тот, кто покупает криптовалюту. Продавец — тот, кто продает. Работа с приложением разрешена только авторизованным пользователем. Каждый пользователь может выступать как в роли продавца, так и в роли покупателя. Всю информацию по заявкам, в которых участвует или участвовал пользователь, можно получить в личном кабинете пользователя. Дорожная карта проекта. Так называем планы развития компании. Насчет дорожной карты можно сказать следующее. В мае 2017 года зародилась идея создания проекта. В августе того же года был готов прототип начальной версии платформы. В первом квартале 2018 года ICO. Также в первом квартале запустят начальную версию платформы и маркетинговую кампанию. Во втором квартале 2018 года на платформу добавят инвестиционный, образовательный и информационно-аналитический ресурс. В четвертом квартале 2018 года запустят конверсию криптовалют. В третьем квартале 2019 года будут запущены мобильные версии приложения на Android и EOS. В 2020 году будет создана собственная платежная система, платформа которую интегрируют с их основной StreamDesk. Давайте сейчас немного поговорим об самом ICO, цене токена и распределении монет. За один эфир можно приобрести 2500 токенов STM, минимальная покупка 0.1 эфира. Также на данный момент доступны бонусы 20% при достижении 5 миллионов проданных монет. Дальше бонусы будут уменьшаться. Распределение токенов. На счет распределения токенов можно сказать следующее. 70% выделено для покупки во время ICO, 24% выделено на команду, 4% на баунти программу и 2% на адвайзеров и партнеров. На счет распределения собственного фонда 40% выделено на на последующую разработку платформы, 25% на маркетинг, еще 25% для резерва и оставшиеся 10% на все юридические издержки. Команда проекта. Проект зарегистрирован в Сингапуре. В команде порядка 16 человек. Владислав Кузнецов. Это генеральный директор и основатель. Запрещаем почти 10-летний опыт в бизнесе и управление активами на фондовом рынке. Дмитрий Мартиянов. Это предприниматель, инженер, программист, веб-разработчик с более чем 8-летним опытом. Принимал участие в разработке крупных проектов, таких как Pegas Touristic и Nordwinder Lines. Олесь Рибный. Это трейдер, аналитик, организатор многочисленных биржевых семинаров и обучающих программ, управляющий активами. Более 10 лет активных торгов на глобальных рынках. Более 6 лет тренерская деятельность. Более 500 профессионально подготовленных трейдеров. Максим Ярушин. Имеет за спиной более 5-летний опыт в компании IBM. Максим является лидером в области развития бизнеса и выхода на рынок. Он успешно разработал и реализовал множество проектов с различной российской IT-компаниями и интеграторами. Это остальные члены команды. Эдвайзеры проекта. С каждым из членов команды или адвайзеров также можно более детально ознакомиться, перейдя по линке. Это медиа. На этом все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал.